Еще в августе здесь кипела работа. Был произведен демонтаж системы отопления, химическая очистка батареи, а также штукатурная и шпаклевочная работы на стенах. Была положена плитка в душевых и туалетах. Сегодня спортзал школы выглядит по-новому. Долгожданному ремонту, безусловно, рады и школьники, и преподаватели. Спортзал был в ужасном состоянии. Несколько лет мы ждали ремонта, и наконец-то мы дождались. Так, в зал теперь приятно посмотреть, зайти, позаниматься. Нам сейчас по внеклассной работе приятно пригласить и спонсоров, приятно пригласить провести соревнования какие-то с родителями, с детьми. Помимо ремонта спортзала, отремонтировали кабинет для учителей, раздевалки для мальчиков и девочек. Сейчас здесь стало светлее и уютнее. Вставлены стеклопакеты, для безопасности поставлены железные решетки. Также оборудованы уборные и душевые комнаты. Спортивная жизнь в нашей школе бурлит. Все очень много внеурочных занятий проходит, в спортивной секции. Естественно, что спортзала недостаточно, поэтому в планах нашего образовательного учреждения выйти на улицу, благородить территорию спортивного корта, благородить спортивную площадку. В следующем году учебное заведение планирует участвовать в конкурсе на получение гранта. Проект называется «Городок здоровья». В него входит благоустройство спортивного корта с теплыми раздевалками, освещенная лыжная трасса по территории школы и реконструкция спортивной площадки. Юрий Воронин, Антон Кариев. Новости провинции.